всем привет с вами касс на этом видео у нас планшет samsung t230 после другого мастера с диагнозом не работает и не включается другой мастер на данном планшете поменял usb разъем то есть и разъем зарядки поэтому давайте подключим зарядку и посмотрим на работоспособность и так после подключения зарядного устройства мы видим что ток зарядки идет в 400 миллиампер то есть зарядка в принципе идет но почему-то данный планшет не включается поэтому давайте разберем данный планшет для начала обязательно убираем сим-карту чтобы его там не сломать проверяем гнездо для разборки планшета нам нужно будет отделить заднюю крышку для этого мы берем скальпель со специальной насадкой и вот так вот поддеваем отделяем крышку от корпуса кому интересно ссылка на такой инструмент будет в описании а также на оборудование расходные материалы которые я использую на данном видео и так вот разделили заднюю крышку от корпуса планшета если посмотреть на нижнюю часть платы то usb разъем здесь меняли при том очень грязно все это сделали так продолжим разборку отстегиваем разъем шлейфа аккумулятора и пинцетом убираем шлейф аккумулятора от разъема мультиметром проверяем заряд аккумулятором и мы видим на нем 38 с чем-то вольта то есть этого напряжения предостаточно для того чтобы запустить планшет но почему-то планшет не запускается поэтому давайте полностью разберем планшет для этого отстегиваем шлейф сенсорного экрана также отстегиваем шлейф дисплея около usb разъема есть два винта они фиксируют плату поэтому их нужно открутить далее скальпелями специальной насадкой поддеваем плату вот так вот и снимаем плату с корпуса планшета внимательно посмотрел на разъем планшета и заметил там разорванный плюсовой контакт если внимательно посмотреть то плюсовой контакт у нас имеет разрыв поэтому я сейчас туда припаяю проволоку и залужу есть одна странность вначале мы проверяли ток заряда и при этом зарядка шла но здесь есть разрыв поэтому вполне быть может проблема не в usb разъеме поэтому зачищаем площадку плюсового контакта добавляем немножко флюса теперь заложиваем этот контакт или площадку а также заложиваем ножку usb разъема ну а теперь берем сдвоенную проволоку и припаиваем между контактом и площадкой почему сдвоено потому что здесь проходит хороший ток желательно потолще проволоку взять но у меня нету толстой проволоки поэтому я его сдвоил после того как припаяли перемычку теперь его разрезаем скальпелем мы теперь зачищаем место пайки потому что предыдущий мастер даже не умудрился это сделать вокруг usb разъема после его пайки был грязным и залиты весь флюсом но и вот так вот выглядит плата после очистки это передняя сторона и смотрим на заднюю сторону тоже выглядит в принципе неплохо и так восстановление usb разъема нам не помогло планшет также не включается и я припаял к плюсовому контакту разъем аккумулятор вот такой вот провод для того чтобы запитать планшет от лбп посмотреть на поведение лбп при включении планшета обычно на лабораторном блоке питания выставлять 42 вольта для проверки плат но в данном положении при напряжении 42 вольта ток замыкания зашкаливать за 5 ампер поэтому я уменьшил на лбп напряжение на 3 с чем-то вольт чтобы ток замыкания был пределах 4 ампер заметьте как замыкает плата при подключении лбп к плате нагревается вот это вот часть поэтому сюда немножко добавляем спирта и посмотрим какой из этих элементов нагревается подключаем лбп и замечаем нагревается вот этот вот элемент посмотрите как он испаряет спирт и так у нас нагревался данный элемент то есть до 650 я его отпаял и у нас замыкание продолжилась после я проверил данный элемент он у нас исправным до 650 это у нас элемент диод шотки это у нас элемент диод шотки вот я его отпаял и он у оказался рабочим далее если смотреть по линии цепи она продолжается и здесь по линии цепи мы видим еще два элемента c659 и c652 c659 у нас отсутствует так как он отмечен зеленым и c652 у нас данный элемент нужно будет его посмотреть и я пальцем приторнулся к данному элементу он действительно нагревается при проверке и так вот отпаял я диод шотки то есть данный элемент у нас нагревался и вот этот контакт то есть по этому контакту продолжается замыкание точнее по линии цепи данного контакта вот здесь должен находиться элемент c659 и он отсутствует и этот большой конденсатор это у нас элемент c652 подключаемся замкнутую цепь лбп на этот контакт ставим минус а на этот контакт ставим плюс и опять же на то место где нагревается добавляем немножко спирта чтобы понять какой из элементов нагревается но и вот после подключения лбп я думаю что вы видите нагревается конденсатор потому что он испаряет спирт и кипит и так отпаиваем этот нагревающийся элемент то есть конденсатор запаиваем диод шотки на место потому что он здесь ни при чем данный элемент нагревался потому что тот конденсатор был тоже в замыкании ну и теперь зачищаем место пайки повторно подключил щупы лбп к платья и вроде бы никаких замыканий нет ну и теперь осталось собрать планшет поэтому ставим плату на место пристегиваем все шлейфы ну и включаем планшет как мы видим появилось изображение это очень хорошо телефон запускается поэтому ожидаем загрузки ну а пока планшет грузится расскажу о том что придется найти пробитый конденсатор и нужно будет его припаять на место но это все я уже сделай за кадром ну а сейчас мы видим планшет у нас загрузился проверяем сенсор он работает вроде бы все отлично планшет работает ну и уже после ремонта после сборки планшета я подключаю зарядку к планшету заметьте стрелка амперметра нам показывает 700 миллиампер тока заряда ну и все на этом ремонт завершён надеюсь данное видео вам понравилось ставьте лайки подписывайтесь на мой канал всем пока